Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгения Викторовна Кузнецова. Я кандидат юридических наук, юрист и доцент кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муниципального управления Уральского федерального университета. И я бы хотела предложить обсудить нам с вами работу Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Этот классический труд, я его отношу к области антропологии, но тем не менее предлагаю его для изучения именно юристам и всем представителям общественных наук, представляет собой учение или теорию о закономерностях возникновения таких социальных институтов, как семья, частная собственность и государства. О первых двух институтах я постаралась рассказать, постаралась раскрыть некоторые элементы их развития в предыдущих двух видео, и я предлагаю вам эти видео посмотреть и затем уже более конструктивно продолжать дискуссию и обсуждение третьего института, а именно института государства. На самом деле совершенно невозможно говорить о возникновении государства, предварительно не изучив и не поняв, а собственно какую роль в возникновении общества, в возникновении государства играет институт семьи и институт частной собственности. Эти три понятия неразрывно связаны, и на мой взгляд, собственно, их появление в наименовании книги знаменует именно тот порядок, в котором эти институты возникали, а не наоборот, как нам может показаться сегодня, особенно в новой России после многолетнего опыта советского времени, когда государство стояло во главе угла, и государство регулировало вопросы возникновения семьи, функционирования семьи, и государство же регулировало все вопросы, связанные с собственностью, частной собственности как таковой не предусматривалось, и на сегодняшний день нам может показаться, что государство первично, этот институт задан изначально, и уже сверху от государства исходят некоторые положения, связанные с институтом семьи, институтом частной собственности. На самом деле это не так, и именно институт семьи во взаимосвязи с институтом частной собственности привели к формированию государства. Не хочу сейчас повторять то, что уже было сказано в предыдущих роликах, если вас заинтересует вопрос, вы посмотрите, и мы можем обсудить уже в каком-то другом режиме, согласны вы с этим утверждением или не согласны. Сейчас я бы хотела перейти к третьему институту, это институт государства. Фридрих Энгельс в работе происхождения семьи, частной собственности и государства представляет нам общественное устройство, общественный строй у разных народов. В частности, он говорит об афинском роде, афинской демократии и о возникновении государства в Древней Греции. Также он затрагивает Древний Рим, он затрагивает германские народы и говорит о том устройстве, которое существовало на момент написания книги, это 19 век, конец 19 века, существовало у американских племен, у американских индейцев. И я бы хотела привести выдержку, которая позволяет нам проследить некоторые закономерности возникновения государства в Древних Афинах, в Древней Греции. Но эти закономерности, на наш с Энгельсом взгляд, являются универсальными и могут быть приложимы к разным народам. Опять же, сравнительные исследования, которые проводит Энгельс как антрополог, оно позволяет сделать такой вывод. В эпоху, с которой начинается писанная история, земля была уже поделена и перешла в частную собственность, как это и свойственно сравнительно уже развитому к концу высшей ступени варварства, товарному производству и соответствующей ему торговле товарами. Наряду с зерном производились также вино и растительное масло. Морская торговля по Эгейскому морю все более изымалась из рук финикийцев и попадала большей частью в руки жителей Аттики. Благодаря купле и продаже земельных владений, благодаря дальнейшему развитию разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и судоходством, члены родов фратрии и племен должны были весьма скоро перемешаться между собой. На территории фратрии и племени селились жители, которые, хотя и были соотечественниками, все же не принадлежали к этим объединениям, следовательно, были чужими в своем собственном месте жительства. Ведь каждая фратрия и каждое племя в мирное время сами управляли своими делами, не обращаясь в Афины, к Народному совету или Басилею. Но те, кто жил на территории фратрии или племени, не принадлежа к ним, не могли, разумеется, принимать участие в этом управлении. Все это так нарушило нормальное функционирование органов родового строя, что уже в героическую эпоху потребовалось принять меры для устранения этого. Было введено приписываемое ТЗ устройство. Перемена состояла прежде всего в том, что в Афинах было учреждено центральное управление. То есть часть дел до того, находившихся в самостоятельном ведении племен, была объявлена имеющей общее значение и передано в ведение пребывавшего в Афинах общего совета. Благодаря этому нововведению афиняне продвинулись в своем развитии дальше, чем какой-либо из коренных народов Америки. Вместо простого союза живущих по соседству племен произошло их слияние в единый народ. В связи с этим возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями отдельных племен и родов. Итак, что мы можем заключить из этого фрагмента? Во-первых, государство возникло уже на довольно зрелом этапе формирования общества. Государство возникает задолго после уже формирования некоторых общественных институтов и базовых правовых норм, которые были изначально сформированы в форме обычаев. То есть это было не писанное право, а просто сложившаяся практика поведения в определенной области. И только после того, как это сложившееся устройство, основанное на кровных родовых связях, основанное на правовых обычаях, не писанных, перестает справляться с выполнением функций регулирования общественных отношений, общество переходит на новую ступеньку и возникает государство. То есть государство – это не что-то изначально заданное, не что-то, что возникло вместе с обществом, а это определенная ступень развития общества. По мнению Энгельса и Маркса, в общей их теории, не в данном труде, государство должно отмереть. То есть это определенная стадия развития общества, в которой общество в определенный момент перестанет нуждаться. Когда общество начинает нуждаться в государстве? Во-первых, когда распадаются родовые связи. И как вы видите из этого фрагмента, в тот момент, когда уже экономические отношения довольно плотно развиты, когда идет активная торговля, торговля разных племен, которые проживают на разных территориях. Люди начинают перемешиваться. То есть те, кто проживают на определенной территории, уже не всегда связаны кровным родством, как это было ранее. Нарушаются вот эти вот кровные родовые связи. Это приводит к тому, что на определенной территории проживают люди, связанные между собой, общим местом жительства и экономическими отношениями. Их деятельность каким-то образом должна регулироваться. Но регулировать ее привычными родовыми нормами уже не получается. В этот момент либо государство возникает, то есть либо общество переходит на новую ступеньку, и возникают общие органы управления, как здесь мы говорим об общем совете в Афинах, который брал на себя управленческие функции по отношению к разным племенам, а не только по отношению к афинянам. Либо государство не возникает, и общество остается на предыдущей ступени развития, как это имело место у американских индейских племен. Собственно, что Энгис и отмечает. Если отдельная прослойка управленцев, отдельные центральные органы управления не выделяются из родовой структуры, то общество остается на том этапе развития, на котором оно находилось в течение многих веков. Это родовая община и управление посредством обычных норм, правовых обычаев, то есть неписанных правил поведения, которые складываются в результате многократного повторения тех или иных, той или иной практики в поведении людей. Также Энгельс говорит нам о формировании общего афинского права и общего афинского народа. То есть, опять же, о формировании государства мы можем говорить тогда, когда племена объединяются в народ, когда только лишь родовые связи не являются объединяющим звеном в формировании определенной группы, проживающей на определенной территории. Следовательно, как мы можем заключить из работы Энгельса происхождение семьи, частной собственности и государства. Для того, чтобы государство возникло и функционировало, необходимо, во-первых, накопление определенных первичных богатств в руках самой маленькой социальной группы, то есть семьи. Сначала это родовая семья, затем групповая и затем парный брак. Далее, после этого, необходимо развитие товарно-денежных отношений посредством обмена той собственностью, которая была накоплена на определенном этапе формирования общества, и после этого третьей ступенькой, третьей стадии мы можем назвать формирование государства как уже обособленного института управления той социальной общностью, которая возникла в результате развития экономических отношений и обмена собственностью, накопленной в предыдущие периоды. Энгельс в своей работе не выделяет эти этапы так, как я их сейчас обозначила, то есть те выводы, которые я сделала, это мои собственные аналитические выводы, и каждый из вас может сделать свои выводы самостоятельно. Но, на мой взгляд, мы можем, по крайней мере, такие базовые ступеньки выделить на основе того, что нам Энгельс представляет. Я все-таки считаю, что изучение подобной литературы нужно нам не для того, чтобы получить истинные знания и заучить их, запомнить, затем воспроизводить, а для того, чтобы научить нас мыслить, размышлять и самостоятельно делать какие-то выводы. Поэтому я вас призываю самостоятельно этот труд изучить. Это очень небольшая книга. То, что я держу в руках, это целых три работы Энгельса, а не эта работа только лишь. Поэтому предлагаю вам самостоятельно с этой книгой ознакомиться, самостоятельно сделать выводы о формировании этих трех институтов базовых, и, возможно, ваше мнение совпадет с моим, а, возможно, будет расходиться. Я думаю, что это прекрасно, и надеюсь, что это поможет вам свои собственные представления сформировать.